Привет! Эй, Трибон! Сегодня у нас распаковочка, правда распаковочка будет не такая длинная, как предыдущая, потому что не так много комиксов, но зато очень важная для меня, потому что сегодня я вам покажу посылочку от издательства Jellyfish Jam. Они мне прислали три своих комиксы на обзор, и это, можно сказать, первое моё сотрудничество с русским издательством. На все три комикса я сделаю обзоры, так что в скором времени обзорами я вас просто завалю, друзья. Для начала я вам покажу то, что я купил себе сам. Это у нас, во-первых, первый том манги «Паразит» от автора Хитоси Ивааки, вот в такой вот обложке. Я его уже прочитал, даже записал на него обзор, так что не буду сильно распыляться, могу сказать лишь то, что это просто офигенная манга, офигенный хоррор, и всё остальное, что я хотел сказать, я сказал в видосике, так что ждите, скоро он обязательно будет. В одной из предыдущих распаковок я вам показывал первые два тома комикса «Фрик Ангелы», и я тут подумал, что надо бы докупить себе все оставшиеся тома. Так что вот третий томик, четвёртый томик, пятый томик и шестой томик. Я так же, как и «Паразит» Африк Ангелы уже прочитал и тоже записал на него обзор, и скорее всего, как выйдет этот видосик, обзора на «Фрик Ангелов» уже будет на канале, так что если вдруг он уже вышел, то можете пройти по всплывашечке и посмотреть его. Вот такие вот небольшие покупочки получились у меня в этот раз. Теперь я вам покажу посылочку, которую мне прислало издательство Jellyfish Jam. Я не удержался и уже вскрыл её, так что давайте без лишних предисловий я начну вам показывать то, что я выбрал у них для обзора. Во-первых, я думаю, уже вы все прекрасно знаете, и те, кто давно уже подписан на мой канал, я больше люблю в супергеройских комиксах читать именно глобальные события. Так вот, я у Jellyfish Jam попросил на обзор комикс «Секретные войны», издан он вот в таком вот увеличенном формате. Почему именно «Секретные войны»? Во-первых, как я уже сказал, я люблю больше читать у Marvel и у DC, например, глобальные события, именно потому что в одиночных сериях не такой большой масштаб. Здесь же масштаб будет просто колоссальный. Здесь, насколько я знаю, сталкиваются две вселенные. Вселенная основная и Ultimate вселенная. И после событий этого комикса, насколько я понимаю, Ultimate вселенная перестала существовать. Майлз Моралес там и ещё какие-то, по-моему, персонажи переместились в нашу, точнее, в 616-ю оригинальную вселенную. Вторая причина, по которой я попросил этот комикс на обзор, потому что здесь офигенная просто обложка от легендарного Алекса Росса. Алекса Росса я очень сильно люблю, я стараюсь покупать все его комиксы, которые выходят у нас на русском языке. Правда, купил всего их пока что два. Надо бы докупить ещё «Справедливость». И третья причина, по которой я захотел её взять, это то, что сейчас большинство гик-ютуберов сходятся на мнении, что «Секретные войны» в будущем заменят «Войну бесконечности» в киновселенной Marvel. И говорят то, что фильм, скорее всего, будет прям на голову масштабнее, чем «Война бесконечности». И если фильм будет масштабнее, значит и комикс очень масштабный. Как я уже сказал, я люблю такие масштабные эпические комиксы, поэтому с удовольствием его прочитаю, обязательно на него будет обзор. Многие мне говорили то, что я ничего не пойму, не прочитав «Мстителей», которые идут перед этим комиксом. Да, я их не читал, поэтому мой обзор будет строиться исключительно на том, что происходит именно в «Секретных войнах», без какой-либо привязки к «Мстителям», которые шли перед ним. Далее, что я попросил у «Джелифис Джем», это комикс, который я прям очень сильно давно хотел себе сам приобрести, но меня останавливало единственное то, что это ТПБ. ТПБ я не очень люблю, но когда тебе предлагают несколько комиксов на обзор, и там есть комикс, который ты давно хотела прочесть, конечно же, я выбрал именно его. Это у нас комикс «Она монстр», первый томик, он у меня еще пока запечатанный, но вы сейчас уже, скорее всего, видите распечатанный его вид, видите, как я листаю его странички. Почему я захотел взять именно этот комикс? Во-первых, потому что у меня есть сингл, сингл десятого номера, с обложкой, омажем на Человека-паука 300, на Спауна. Ну, короче, это, по-моему, самая такая омажная обложка, которая вообще есть на свете. И мне очень нравится рисунок в этом комиксе, он просто восхитительный, поэтому, вот именно поэтому я захотел его прочитать. Ну и, конечно же, этот комикс, насколько я знаю, написан в жанре фэнтези, фэнтези – мой любимый жанр в литературе, и как раз-таки жанр вкупе с прекрасным рисунком меня всподвиг на то, чтобы я взял этот комикс на обзор и рассказал вам о нем. К тому же, насколько я знаю, этот комикс получил две премии Айснера, а Айснера получают обычно хорошие комиксы, поэтому я уверен, что я в нем и не разочаруюсь. Будет обзор, друзья, ждите, я не перестану это повторять. И последний комикс, который я попросил у издательства, это тоже комикс, который я очень давно хотел купить, тоже к нему очень сильно приглядывался, но почему-то меня постоянно что-то останавливало. Это комикс «Мышиная гвардия», вот в таком вот прекрасном квадратном формате. Комикс издан просто восхитительно. Что мне вообще привлекло в этом комиксе? Во-первых, то, что он написан в жанре фэнтези, который я очень сильно люблю. Здесь он рассказывает нам про мышек-гвардейцев, которые живут в фэнтезийном мире, они защищают свое королевство, и вот меня как раз-таки это очень сильно привлекло. Второе, что меня здесь привлекло, это, конечно же, прекрасный рисунок. Он здесь просто восхитительный, я вам его сейчас тоже показываю на экране. Третье, что мне понравилось в этой книге, это необычный формат. Я таких книг еще пока что не видел. Это такой маленький форматик, он чуть-чуть выше, чем «Стальной алхимик» от Азбуки, но зато гораздо шире. Вот такой вот он квадратненький, как вы видите. Ну и, конечно же, сама история. Я слышал очень много лестных отзывов о ней. Говорят, комикс просто восхитительный. Поэтому я сам с огромным удовольствием с ним знакомлюсь. Обзор, естественно, на него будет. И, скорее всего, этот комикс я прочитаю самым первым из этой подборки. И обзор, конечно же, будет тоже самым первым. Ну вот такие вот у меня получились покупочки. И вот такие комиксы мне прислало издательство. Да, сегодня распаковочка получилась очень маленькая, зато очень насыщенная и очень важная для моего канала. Так что, друзья, не поленитесь, поддержите, пожалуйста, этот видосик лайком. Обязательно поддержите лайком и все обзоры, которые я буду выпускать после этого видоса. Также, если вам видос понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии по поводу комиксов, которые вы здесь сейчас увидели. Читали вы их? Есть ли они у вас? Может быть, вы хотели их прочитать? Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok